А ты попробуй подниматься вниз. Вода без воды, молоко без молока, сок без сока. И, кстати, я пять лет жил сря в России. Сижу, лежу, стою дома. Поэтому я прошу вашу помощь, чтобы вы мне помогли понять, в чем смысл. Первое. Я рассказал другом, наверное, здесь рядом есть пекарная. А меня так удивилось, что он мне ответил. Почему? Я не слышу сапаха. Слышу сапаха? Я думал, помоги мне, пожалуйста, понять. Я не слышу сапаха? И вы знаете, это несколько раз обратили внимание. Да, действительно, вы говорите, я не слышу сапаха. А мне кажется, сапах, это как через нос, то есть. Не знаю, если он более продвинутый, вот еще через уши можешь чувствовать сапах, но, правда, это мне непонятно, извините. Я не знаю, в Мексике мы через нос чувствуем сапах. Поэтому пишите, если вы знаете, почему вы так говорите, и тоже, если вы тоже так говорите. Второй момент. Я решил показать своими друзьями картины Фридо Калу и знать, если они знают, кто автор. А я тоже был удивлен, когда они мне сказали, конечно, Фридо Калу написала эту картину. А я думал, нет, она не пишет. Она художник, она не писатель. Да, но написала. И для меня тоже не было очевидно. Я тоже как сравниваю на английском, и тоже у нас есть глагол как красить. Я всегда сказал, типа, Фридо Калу нарисовала, покрасила вот эту картину, но писала? Писать у меня сразу ощущение с ручкой и бумаги. И не очевидно, почему вы говорите, что художники пишут картины. Когда у вас есть прекрасный глагол красить, рисовать. Но, видимо, в России очень много писателей, поэтому все здесь пишут. И раз мы говорим пишут, не забудьте подписываться на мой канал, пожалуйста. Если вы еще не сделали, делайте сейчас. Третий момент. Я был с подругой в ресторане, и то, что заказывала, я думал, что? Это вообще не смысл, а то, что ты говоришь. Угадайте, что она просила пить. Чай без чая. То есть, я понимаю, что чай это чай, но без чая, типа, это форма просить чистая вода, то есть, чай без чая. Не понимаю. Где здесь подвох? Я понимаю, что в России все любите чай, но любить чай без чая, это для меня что-то новое, что-то прям открытие. И, кстати, я пять лет жил зря в России, потому что я не знал, что бывает чай без чая. Скажите, пожалуйста, вы это любите? Вы понимаете, в чем включается чай без чая? И, если для вас это имеет смысл? И, кстати, в этом логике, наверное, есть вода без воды, молоко без молока, сок без сока. Кстати, это отличный пример для нас, чтобы изучать имительный падеж и родительный падеж. Четвертый момент, это очень интересно, это сидеть дома. Я всегда думал, а все, как-то люди все время сидели, почему именно сидеть? Может, стоять, может, лежать. И вот эта концепция сидеть, это очень интересно, потому что, по факту, это не сидеть, это просто быть дома. Почему не быть дома, а именно сидеть дома? Потому что я сижу в интернете, а можешь стоять, можешь ты в метро, но при этом сидишь в интернете или ты дома сядешь, ты сидишь дома, ничего не делаешь, но при этом ты не сидишь, можешь ты лежать, но при этом ты сидишь дома. Извините, я просто пытаюсь найти логику, и сразу у меня куча вариантов. Хочется выяснить, почему такое есть. А скажите, пожалуйста, вы сейчас сидите дома и смотрите на канал Кики Лексиканец? И я признаюсь, мы говорим, я дома, я нахожусь дома, просто дома. Без всяких сижу, лежу, стою дома. И стоит гаша. И пятый момент, это связано с погодой. Почему вы говорите, идет дождь, но при этом снег падает? Можно сказать, снег идет. Мне кажется, реже, но дождь падает, уже нельзя. Почему? Это все-таки вода, одна просто жидкая, другая уже заморожена, и... Но она падает. По сути, дождь это капли воды. Кстати, когда я говорю со своими студентами, дождь, они еще не знают этот глагол, я правда-то словно говорю, вода падает, вода падает, и это дождь, конечно. Но нельзя на русском. А снег падает. Знаете почему? Пишите в комментариях. Это меня напоминает одна ошибка, которую практически все иностранцы мы делаем, когда только начинаем учить русский язык. Можно, не можно. Я понимаю, что я ходил типа в университете, извините, а не можно? Что? Что не можно? Нельзя. Не можно. Можно, не можно. Почему? Делайте для иностранцев, пожалуйста, исключение. Включайте, не можно, правила русского языка. Это нам упрошает жизни. Одна штука, которая меня очень удивляет на русском языке, которого это возможно, но на испанском очень странно звучит, это когда говорят подниматься вверх. Я думаю, а ты попробуй подниматься вниз. И это, кстати, очень интересно, потому что я заметил, что грамматика русского языка это позволяет. Поднимайся вверх, спускайся вниз. А ты попробуй иначе. Подниматься вниз и спускаться вверх. Получается? Поэтому нет, на испанском если... И это очень интересно, потому что мои студенты, они говорят, бахараваху. Нет, это не получится на испанском. И суверарива это тоже не очень хорошо звучит на испанском, но на русском, да. И мне было немного смешно, когда я это слышал. А вдруг иначе поднимаешься вниз. И последний момент, где я думаю, просто здесь вообще нет логика, и просто нужно выучить это все как... Ну, понятно, это груша, но что она делает? Что? Сидит или лежит? Скажите, наверное, так. Ну, неважно, все равно она будет сидеть. А почему? Можно сказать, что здесь какие-то ножки есть. И она стоит, но лежит все-таки. Пожалуй, я на это делаю отдельное видео. Сидит или лежит, это просто нет логики. Сковорода лежит или стоит. Нет, стоит она стоит. Это мне просто нужно вспомнить внизу, потому что я вижу физическое, и я понимаю, что то, что видят мои глаза, это не факт, что так и есть на грамматику. Поэтому нужно просто запомнить. Пишите в комментариях, если вы хотели отдельное видео по поводу стоит или лежит. Пожалуйста, поделитесь вашим мнением. Мне очень интересно, если вы осознанно об этом думали, если вы тоже заметили, что есть какие-то фразы, которые... Не факт, что имеют смысл для иностранцев. Тем более, если вы попробуете переводить эти фразы на другом языке, вы прямо замечаете, что это как-то очень странно звучит. Ну, и надеюсь, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, ставьте лайк. Ваша поддержка мне весомно дорогая. Если вы еще не подписывались, пожалуйста, сделайте сейчас. Я буду очень-очень признателен. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos!